Всем привет! С вами снова Илья. Обзор прогноза криптовалютного рынка на 1 августа. Итак, биткоин-доминация 47,2%. Что касается монет конкретных биткоин, с момента вчерашнего обзора немного подрост, но впоследствии до привычных нам уже отметок 41,600 скорректировался. Альткоины демонстрируют рост. Во многом я посмотрел на формации, которые возникают. По многим есть уже интересные движения. По многим, на мой взгляд, готовятся интересные движения. Поэтому сегодня несколько альткоинов также взял. Но в целом они выглядят достаточно сильно. Но если посмотреть на рынок в целом, мы можем увидеть движение выше 10-20% за последние сутки. Итак, давайте посмотрим на биткоин по отношению к USDT. Что у нас произошло здесь и чего можно ожидать далее. Итак, с момента вчерашнего обзора основная мысль была в том, что у нас очень высокая концентрация шорт-позиций сейчас возникает. И я думаю, что это может привести к дальнейшему росту по BTC. Мы видим, что формируются в принципе зоны накопления, периодически возникают сквизы. Но с учетом последовательно возрастающих меню и последовательно возрастающих максимумов, сила у быков сохраняется. Кроме того, я бы сказал, что даже сейчас на таком 15-минутном графике мы наблюдаем зону накопления. Такую, причем наклонную, наверх, вот примерно таким вот образом она выглядит. И это как бы только своеобразное еще зарождение тенденции, если так можно сказать. Посмотрите, например, на ту же самую ситуацию на 30-минутном графике. И вы вспомните то, о чем я вам как раз таки говорил, что когда мы наблюдаем зону накопления, и если она наклонная в какую-либо из сторон, в данном случае наверх, то часто это будет говорить о том, что она и пробиваться будет примерно в ту же сторону и потенциально выстреливать. Поэтому тут общий взгляд у меня остается пока что бычий. Данные по long short коэффициенту также говорят нам о более бычьей формации, несмотря на то, что количество открытого интереса в short немного сократилось, но 50% это до сих пор весьма большой показатель для этой ситуации. Ну и в принципе уровни коррекции, которые мы черчил, в которых потенциально цена может дойти, цена дошла как раз до первого и впоследствии пошла на этот вот перехай. Если посмотреть на ситуацию в целом, то мы увидим, что для движения к нижней границе зоны накопления это отметки около 40 тысяч долларов, 40 тысяч двухсот. Эти отметки он также обозначал ранее. Ну и поджатие уровня, поджатие верхней границы нового канала, оно естественно приведет к росту. Итого, что значит у BTC сказать, хотя я бы не сказал, что это сейчас самая интересная монета, но в общем я бы сказал, что у нас ситуация до сих пор сохраняется выше и даже несмотря на то, что цена зависла после, видите, много раз уже вам, по-моему, об этом говорил, когда цена консолидируется после уровня, это чат довольно заманушно, но даже несмотря на консолидацию после уровня, формация у нас все равно выглядит неплохо. И как бы предел коррекции, который я бы здесь обозначил, это отметки около 40-40 тысяч трехсот. А отметки дальнейшего роста я уже вам обозначал вчера 43-600, 45-800, 49-400. Давайте посмотрим на другие монеты, взглянем, что у нас происходит здесь. Так, по эфиру, значит, здесь вроде уже вторая цель была достигнута, если я не ошибаюсь. Вот она где-то, нет, еще не совсем достигнута, 2650-2660. Это вторая цель по вот этому вот хаю. Далее важные цели там 2800-2900, ну и около 3080. Это финальная цель пробоя вот этого вот треугольника, вот ретест, на котором я предлагал рассмотреть, собственно, вход. Вот и итог, что сделку, я думаю, стоит держать далее. Потому что пока признаков какой-либо слабости нет, формирование типовых сон до накопления, впоследствии рост и все, в принципе, выглядит отлично. Я бы сказал, что признаком завершения будет какой-то резкий всплеск наверх, потому что это уже конкретно можно назвать трендовым движением. А трендовое движение, оно, как правило, заканчивается каким-то ускорением. Пока что движение довольно органичное и ускорений не наблюдается. Но, как только мы увидим именно быстрый резкий рост, я бы там уже задумался и закрывал какую-то большую часть позиций. Так, Binance Coin, тоже мы его рассматривали под ту же самую формацию. Вот он уже точно первую цель достиг. Формация была вот здесь, на ретесте уровня. Несмотря на то, что мне этот ретест очень не нравился, игнорировать мы подобный сетап не могли. В итоге у нас, вот она, первая цель. Вот она как раз сейчас достигнута. Вторая цель это 386. И еще есть следующая цель около 430. Так, далее у нас есть еще высота фигуры. Вот высота фигуры, почему-то я не нанес на график. Давайте ее еще раз замерим. Здесь с небольшим запасом. Я думаю, что это около 500-520 долларов. Давайте ее обозначим. Вот, это последняя цель по пробою вот этого треугольника. Но, я вам сразу хочу сказать, что по Binance Coin, я это говорил вам еще на этом пробое, Binance Coin редко отрабатывает всю величину фигуры, особенно если это какой-то треугольник. Даже несмотря на то, что он очень красивый и пробит где нужно. Поэтому, я бы на последнюю цель оставлял совсем небольшую часть сделки. Только четверть, возможно даже меньше. И в основном я бы фиксировал сейчас по 386. И почти полностью закрывался по 425 на перехай вот этого вот уровня. И потом уже совсем небольшую часть позиции на 515. Так, формация, которая только в зарождении и выглядит на данный момент достаточно сильно. Это формация, которая у нас сформируется по Stellar. Смотрите, здесь сразу несколько факторов сходятся. Во-первых, двойное основание. Вот оно, по отметке 20 центов. И это двойное основание, оно на данный момент пробито. Я так считаю. Вот сейчас мы видим, что цена выходит за вот эту вот вершину, которая является, в общем-то, уровнем пробоя. Следующий момент. У нас фактически здесь формировалось что-то наподобие зоны накопления. Даже если мы уберем вот эти вот минимумы, выбросы, то мы получаем, что зона накопления, она тоже уже пробита. Вершина зоны накопления примерно 28 центов. И она уже была ретестирована. Также у нас здесь была такая вот консолидация перед уровнем пробоя. И тоже была своеобразная зона накопления, которая тоже была на данный момент пробитой, тоже с ретестом. Поэтому здесь, мне кажется, что как минимум на 3-4 цента от текущих котировок у цены есть потенциал. Ну, давайте возьмем, скажем так, первая цель это 32-33 цента. И завершение в высоте фигуры, я думаю, центов где-то будет 36. Теперь, на следующий вопрос, на который нам хотелось бы ответить, это точка входа. Я часто видел такие формации, вообще очень часто за последнее, не за последнее, но за время, когда рынок был бычий или там такой уже полубычий. Я бы сказал, что после такого рода цена ведет себя по-разному, но зачастую она уходит как минимум за лоу, вот этот вот предыдущий, с лоу, от которого началось вот это вот пробойное движение. И часто мы видим вот сначала такой вот спуск и только потом уже восстановление и отработку. Либо цена уходит очень быстро, но вот я вижу, что сейчас как бы такого быстрого движения нет. Поэтому я бы рассмотрел в качестве зон хода, наверное, какой-нибудь распределенный, вход типа 28.50, 27.70, 27 центов ровно, с таким небольшим стоп-лоссом вот здесь и с целями, которые я вам обозначил. Вот, обратите внимание, формация как бы сейчас именно в таком, только начальном этапе отработки, в отличие от многих других монет и может это привести к чему-то интересному. В общем, монеты Stellar. Так, далее у нас монета Monero. Монеро, несмотря на то, что после пробоя он не очень много прошел, потом вместе с BTC упал, сейчас Монеро пытается разобраться с тоже сильным уровнем. Здесь этап, скажем так, формации, он еще более ранний. То есть, если по XL мы увидели уже пробой и начало отработки, то по Монеро мы еще даже не увидели пробоя. И вот, здесь у нас, значит, есть зона 248 долларов, примерно возле нее. И третий раз, уже за короткий промежуток времени, Монеро об нее бьется. И это может впоследствии привести к пробою этого уровня и уходу на довольно высокие отметки. Здесь, я думаю, что следует торговать от пробоя. Пробой уровня проторговать не очень сложно. Потому что одно дело пробой линии, когда у нас там есть какой-нибудь равносторонний треугольник, его проторговать очень сложно. Там не совсем понятно, как его построить. Ну, в общем, начинается все с проблем построения, заканчивается все проблемами ретеста. А допинывается это все тем, что как бы еще формируется целая пачка ложных пробоев, с которыми очень сложно разобраться. Вот, с пробоем именно зоны, с пробоем уровня все немного попроще. Но тоже, естественно, свои проблемы имеют. Поэтому здесь, я бы сказал, что если цена пробивает уровень, то это неплохая возможность для того, чтобы отработать, по крайней мере, высоту вот этой вот фигуры. В данном случае у нас сформировалось там где-то около 16 долларов. Не очень много. Но, вообщем, 265 примерно цель по пробою. Ну, и далее, я думаю, что этот тренд, он также может продолжиться. И 280 метку мы уже тоже обозначали. Поэтому посмотрите, обратите внимание. И главное тут хорошую точку хода подыскать. Здесь как можно на пробойную идти проработать. Также можно, например, возврат типа к 238, 240. И потом уже отсюда попробовать с небольшим стоплостом взять. И взять как и по верхней границе диапазона, так и на потенциальный пробой. Ну, в общем, аформация тоже выглядит достаточно неплохо. Вот, в принципе, и все на текущем момент времени. Я напоминаю вам, что криптовалютный рынок и рынок с высокими рисками ни в коем случае не инвестируйте в то, что вы не готовы потерять. Всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения. Смотрим решение, принимайте самостоятельно. Я сам прощаюсь. Всего хорошего и пока.